Я сегодня буду говорить на тему «Благословен Бог, благословивший нас». И у кого-то срезонировало это, потому что то, что происходило в четверг на молитве церкви, это было нечто. Это просто кто был, а кто смотрел нас в онлайне. Вы получили благословение через что? Через благословение нашего Бога. Когда мы благословляли, помните этот момент, это молитвы, которые не запланированы, у нас нет списка, мы просто входим в духовную реальность и молимся из того, что мы видим, слышим, наблюдаем. И в какой-то момент все в один голос начали благословлять Бога. Помните? Просто мы начали «Благословен Господь, благословен Господь». Он и так благословен. У Него все есть. Зачем благословлять Бога? Вы меня благословите, у меня там чего-то нет. Но здесь интересный момент произошел. После того, как мы не знаем, сколько времени мы благословляли Бога, мы почувствовали такое благословение на нас. Я не знаю, как кто, я просто реально отделся в эти благословения, я почувствовал, я пережил эти благословения. И я увидел потом, уже спустя несколько дней, это в слове написано «Благословен Бог, благословивший нас». Это Слово Божье. Оно исполнилось. Ты представляешь? Я не думал, я не искал, как благословиться. Я просто благословлял Бога, и я получил благословение. И эти принципы, они сопровождают везде. Когда ты ищешь больше Бога, прославляешь Бога, ты получаешь благословение. Бог хотел, чтобы Израиль был благословен. Аминь. И Он же сказал Израилю, что не всяким хлебом жив человек, но Слово. Помните, мы зачитывали это место, я хочу напомнить его. Для чего? И помни весь путь, да, в Таразаконии, 8 глава, 2 стих. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, чтобы узнать, да, что в сердце твоем. Да, и в 3 стихе там написано, «Дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Вот этот процесс живет человек. Тогда живет, сейчас живет, и завтра живет. Живет. И это то слово, которое мне сегодня так необходимо, чтобы, знаете, что делать? Жить. Жить. У тебя что, чего-то нету? Ну, что-то есть, чего-то нету. Но я не об этом, что есть или нету. Я говорю о жизни. Ты понимаешь? Божественная жизнь, она не заключается, есть у тебя сегодня что-то, завтра будет, а послезавтра не будет, а потом опять будет. Не в этом. Если жизнь Божья есть, все необходимое будет в свое время. Почему? Потому что именно это и определяет благословенность. Новый термин. Благословенность. Степень благословенности. Потому что мы определяем нашу благословенность по видимым вещам. Благословили что-то, я благословен. Украли что-то, ну я, как это сказать, ну не благословен, не будем там какие-то плохие термины использовать. Смотрите, Божье благословение, оно уникально, и оно всеобъемлюще, оно многогранно, и оно навсегда, потому что оно живет, и оно пребывает. Смотрите, Бог хотел вести Израиль куда? В благословение. И дальше в этой же восьмой главе написано, девятый стих, в землю, в которую без скудости будешь есть хлеб твой. Это благословение? Аминь, конечно. И ни в чем не будешь иметь недостатка. Это благословение? Это благословение. Ни в чем. Что там? Двенадцатый стих. Когда будешь есть и насыщаться, о, правильно питание, есть и насыщаться, да? Есть, значит, есть, что есть. Есть, что кушать. При этом идет насыщение во благо. И построишь хорошие домы, да, дома, и будешь жить в них. Это же благословение? Благословение. И что бы ты ни сказал в сердце твоем, моя сила, моя крепость, руки моей, приобрели мне богатство это. Теперь ты понял? То есть ты можешь по своей силе, насколько ее хватает, у кого насколько хватает, мудрости человеческой силы, способности сноровки, связей, блат, сестла, насколько хватает, ты можешь что-то сделать и построить. Но здесь говорится о благословении. Ты понимаешь, это намного больше. И когда у тебя что-то приходит от Бога, ты уже понимаешь, это не ты, это Бог. Но что бы помнил ты Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить как ныне завет свой, который Он клятвой утвердил Отцам твоим. Бог исполняет слово свое. И теперь смотри, вот здесь момент, почему я люблю это время присутствия Божьего, потому что именно в это время хлеб сходит с небес. Иисус есть хлеб, Иисус есть слово, да, хлеб, шедший с небес, это Иисус, живое слово. Поэтому, когда откровение от Бога приходит, ты можешь его просто, знаешь, как бы, о, схватил, увидел и побежал дальше. А можешь им есть и насыщаться. И вот это самый главный процесс, не уходить никуда, насыщаться, питаться, есть, пока это слово не станет плотью, то есть, станет видимым в твоей жизни. Вот это и есть благословение от слова Божьего, а не тем хлебом земным, которым люди живут. Именно это слово, именно этот хлеб, он помогает нам в это время, непростое, пройти, именно в это время быть благословенным. Ты понимаешь, кому народы, над которыми тьма будет, в Исаии написано, кому придут? К вам, к восходящему над вами сиянию, в вас сиянию. Почему? Потому что вы благословены. Вы благословены не потому что своей силой благословились, а потому что хлебом Божьим живете. Именно это жизнь. Поэтому об этом хлебе мы потом на домашках говорим, обсуждаем. Об этом хлебе мы молимся. Понимаешь? То есть этот процесс не просто там где-то показался, и ты забыл его, ну, было хорошо. А что там на молитве? Ну, было классно. А что? А что Бог сказал? Ну, не помню. А что пастор говорил на прошлом собрании? Не помню. Ну, было классно. Понимаешь, это без... Это нет в этом мудрости, потому что ты не питаешься хлебом. Ты должен питаться хлебом свыше. Если я просто сказал это слово и повторил, даже слово Божье прочитал, если ты его в духе не схватил с неба, ты его забудешь. У нас очень ограничено вот здесь. Очень ограничено. Ты его просто забудешь. Оно не будет тебя питать. Знаете, как недавно общались с пастором Андреем, вот, и он там рассказывает, что кто-то к нему подошел и говорит, ну, меня уже не питают твои проповеди, меня уже не питают твое слово, что ты говоришь. Говорит, и слава Богу, если бы я тебя питал, называй меня Эльшадай. Знаете, Эльшадай, Бог питающий, переводится, да? Говорит, называй тогда меня не пастори Андрея, а Эльшадай. Говорит, ну и слава Богу, что я тебя не питаю. Тебя Бог должен питать. Я с этим на 100% согласен. Не пророк должен тебя питать, не учитель должен тебя питать, не пасторь должен тебя питать. Слово, сшедшее с небес. Все, точка. Это аксиома, запомни. Слово, сшедшее с небес. Пасторь, учитель, проповедник, пророк, они лишь должны, знаете, как выносить из невидимого в видимое, просто из вот этого духовного мира, знаете, выносить в слова, которые тебе понятны, и эти слова ты услышал, и в тебе срезонировало то, что ты услышал. От Бога. Ты понимаешь, это лишь подтверждение. Мои темы, это подтверждение. Пророчество в твою жизнь, подтверждение. Все должно сходить с неба. С неба хлеб сходит, с неба мы хлебом питаемся, хлебом мы живем, и хлебом мы обогащаемся. И на этой неделе сестра одна скидывает мне, о, послушай, вот проповедь, практически то же самое, что ты говорил. Мне нет времени проповеди чьи-то слушать. Так уж и быть. Я включил там, что-то делал, включил послушать. Да, аминь, то же самое, то же самое, просто другими словами, но об одном и том же. А потом как-то после молитвы, да, она скидывает в группу, говорит, смотрите, мой муж там подключился к какой-то конференции, и там та же песня звучала. Это не песня хитовая сейчас, а ей уже там, ну, лет. Вот, и получается, в ту же песню включили и о том же молились. Вы представляете, это вообще как бы другое объединение, это другой город. Как такое возможно? Хлеб Иисус, Слово Иисус на всяком месте. Ты понимаешь, если бы мы, служителя, просто сидели и думали, о чем бы мне сказать? Я тогда говорил, я не буду сейчас говорить, вот лучше вот это скажу. Знаете, это все было бы мимо. Это просто вошло бы, вышло слова человеческие. Наша вера должна строиться не на мудрости человеческой, но на силе Божьей, явлении силы и духа. Поэтому, когда Бог дает слово, это слово из духа. Слово есть дух. Слова мои Иисус говорит, есть дух и жизнь. И когда мы это слово принимаем, мы живем. Мы не будем жить тогда. Ну и тогда будем жить. Я имею в виду, понимаете, окончание. Жив, живет, сейчас, живешь, сейчас. Я живу, уже сейчас. Я получил на молитве, я хожу в этом, я пребываю в этом. И знаете что? Я сам почувствовал себя благословенным. только потому, что в тот момент, когда мы благословляли Бога, в конце пришло благословение на церковь. Это мы пережили. И как ты откажешься от этого? Конечно же, ты принимаешь. Спасибо, Господь, за благословение. Итак, вот это слово. Ефесянам 1, 3. Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе, всяким духовным благословением в небесах. Аллилуйя! Благословен Бог и Отец наш, благословивший нас. Поэтому это не стыдно, говорить, я благословен. Почему? Потому что Бог благословил меня. И это благословение не определяет человек. Это благословение не определяется зарплатой. Это благословение не определяется, имеешь ты что-то или не имеешь. Это функция твоя, как дитя Божьего. Потому что подобное рождает подобное. Дух рождает Дух, поэтому духовные дети, духовного Отца, Бог есть Дух, да, мы и благословенного Отца автоматически благословенны. Если ты примешь это в свою жизнь, твое сердце изменится, твои обстоятельства будут подтягиваться под тебя. Потому что смотри, то, как ты чувствуешь себя внутри, то, как чувствует твое сердце, твое сердце направляет твои пути, завтра ты там будешь, поэтому храни свое сердце. Если ты чувствуешь себя благословенным во Христе Иисусе, благословившего тебя, ты завтра будешь благословен, потому что ты сегодня внутри благословен. Это факт. И с этим нужно, знаете, некоторым смириться. Да, да, потому что некоторые борются. Ну, это же не духовно, там, иметь благословение, иметь что-то. Я говорю вам, вам нужно быть теми, кем Бог вас создал. Смотрите, птица, созданная Богом, она благословенна. Она имеет все необходимое, что ей надо. А если чего-то нет, она все равно благословенна. Вы видели птицу в депрессии? Кор, кор, кор. Ты что, ворона, сыр отобрали у тебя? Кор. Птицы благословенны. Они не смотрят, сделали им гнездо, сделали скворечник, разломали скворечник. У нас под окнами большие такие каштаны были. Потом срезали, голые стоят такие. Вороны прилетели, посмотрели, неуютно как-то. Столько ворон прилетело, а листьев нет. Веток нет. Ну, ну что, они не упали в депрессию. На бордюре сидят такие, что же делать, помолитесь за меня. Мое любимое дерево. Ты понимаешь, вот функциональность. Почему? Потому что тот, кто родил эту ворону, благословен. Создатель благословен. Поэтому творение у благословенного Создателя какое? Благословенное. Тем более человек, которого Бог так возлюбил. Тем более Иисус отдал себя за людей. Для чего? Чтобы мы имели функциональность свою. Поэтому благословение не зависит, есть что-то или нет. Пришло или ушло. Благословение – это состояние твоего сердца. Потому что состояние в русском языке имеет несколько значений. Да, возможно, потом придет и другое состояние. Материальное – это тоже нормально. Бог даст мудрость, каким пользоваться – это тоже нормально. Я говорю о благословении духовное и потом материальное. И есть состояние твоего сердца, которое определяет, где ты. Поэтому, когда мы в чем-то не уверены, мы должны понимать, уверенность наша исходит не из того, что мы что-то понимаем. Смотрите. Мы можем что-то уметь, что-то не уметь, пытаться как-то играть или петь. Получается, не получается. Приходит какая-то уверенность или неуверенность. Да? Вот кто что-то пытался делать? Вот когда рядом кто-то стоит и говорит, о, молодец, молодец. Вот это да, прогресс. Вот на сантиметр ты продвинулся. Вау, ты себя уже чувствуешь более уверенным. То есть ты начинаешь себя чувствовать, да, да, я способен, я значить больше этого. А если на этом сантиметре ты скажешь, слушай, лучше бы ты не пел. Лучше бы ты это не делал. Конечно, уверенность теряется. Поэтому часто наша уверенность и наше состояние определяется чем-то внешним. И это неправильно. Это неправильно. Потому что именно наша позиция во Христе, она уже определена. Волна, ты пойми, что-то не должно определяться по ходу действия. Что-то уже определено. Каждый раз, когда ты пытаешься чем-то определиться, эта вот волна сегодня там, завтра здесь, эта волна колеблемая. Да не думает такой человек просить что-то. Не то, что получить. Попросить даже. Ну, даже не думай попросить, потому что не получишь. То есть вот эта вот волна, это волна состояния, которая влияет от того, уверен ты или не уверен. Понимаешь? Но на этом мы не должны базироваться. Вот почему живет человек не этим. Живет человек словом. То, что Бог сказал. Все, Бог сказал да и аминь. И он поклялся словом своим. Его слово исходит и не приходит тщетным. Его слово приносит плоды. Именно вот эти плоды нам нужны. Правильно? Чтобы потом увидеть физическими глазами. Вот что значит праведной верой жив будет. Не тем, что есть сегодня хлеб, я им живу, или нету сегодня хлеба, я им не живу. Хлеб, шесть, шесть небес, всегда есть. Бог всегда говорит. Бог не замолкает, он говорит. Слушаем ли мы его? Поэтому наша уверенность основывается не на наших чувствах. Потому что проснулся ты, ну ленивый ты. Пока зарядку не сделаешь, пока не разомнешься, кровь не погоняешь. Ну кто кофе, кто зарядкой. Ну вот кто чем. У кого какие стимуляторы. Ленивые кофе гоняют. Более кто себя берет в руки зарядкой, потому что это стимулятор хороший. Вот, и получается момент вот этого состояния. Мне ничего не хочется, мне бы поспать, мне бы, ну леньки. Вот так вот леньки. Поэтому поймите, наша способность не от нашего состояния ощутимого зависит. Способность, она зависит от того, кто ты есть. Способность, способность летать, птицы, не от состояния ее душевного. Рыба плавает в воде. Не от состояния, вода сегодня холоднее, погода там. Вообще не о том. Просто есть внутренняя ДНК. Да, у нас с вами ДНК неба, состояние неба, и оно должно быть непоколебимым. Состояние духовного человека, оно непоколебимое. Ты понимаешь, Иисуса тоже провоцировали. Знаете, даже лучший друг Лазарь умер. Что он сделал, Иисус прослезился. Он, понимаете, но он не вошел, не впал в это депрессивное состояние. Лучший друг умер, он сердечно, эмоционально переживал, и это нормально. Но в духовном, духом своим, в духовной сфере он стабилен, он знал, кто он. Ты понимаешь, это момент нас. Знаем ли мы нашу уверенность, нашу способность, которая не от наших мыслей, не от наших чувств, а от того, кем мы рождены на этой земле и от кого мы рождены. Итак, 2 Коринфянам, 3 глава, 4 стиха. 2 Коринфянам, 3 глава, 4 стиха. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Уверенность. Понимаете? Павел говорит, это уверенность. В Боге через Иисуса Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя. Вот. Способность наша, пишет, от Бога. Но способность наша от Бога. Ты понимаешь? Не от себя. Твои мышления, твое мышление, оно может тебе помочь, но может и подвести. Точно так же, как душевные переживания. Они тебе могут помочь, и ты можешь их использовать, а они могут тебя подвести. Поэтому есть нечто стабильное. Кто ты и где ты? Если ты имеешь уверенность в Боге, если ты в нем, он в тебе, значит, уверенность твоя в Боге. А если уверенность твоя в Боге, то и способность твоя в Боге. Не от себя, как бы от себя. Помыслив, подумав, решив, определив. Поэтому эти все способности, они все, они все рождаются в Боге и Богом. Способность рыбы плавать, способность птицы летать от Бога заложены. Способность человека жить на этой земле и жить под Божьим благословением, потому что Бог, благословивший нас. Понимаете? Бог, благословивший нас. Вот откуда наши благословения. Да. Почему? Потому что мы благословляем Бога. Благословляющий Бога, да, благословен. Вот и все. Вот и все. Поэтому мы живем этими благословениями. Мы живем этим словом. Где искать это слово? Куда бежать? Где читать? Написано, близко слово, оно в устах твоих, оно в сердце твоем. Не нужно Иисуса опять сводить с неба. Не нужно из преисподней воскрешать. Он уже воскрес. Но близко к тебе слово. И оно на устах твоих. И оно в сердце твоем. Оно в тебе. Царство Божье в тебе. Просто начни этим словом жить. И ты увидишь благословение. Даже если не переживаешь. Даже если сейчас не чувствуешь. Поверь, Бог не ошибся, создав тебя в это время, на этом месте, на этой земле, в этом городе, в этом поколении. Бог не ошибся. Бог определил на место обитания для всех. Время и место обитания. И мы благословенны. Начни чувствовать потом себя. Начни чувство приводить к Слову Божьему. Подчинять. Все, да. Есть слово. Ты взял это слово. Это духовно. А теперь ты подчиняешь чувствам. Господь, спасибо тебе. Я благодарю тебя. Я принимаю твой хлеб. Я принимаю твое слово. Я благословен. Я благословен в доме. Я благословен на работе. Я благословен в учебе. Я благословен в семье. Я благословен на всех путях. Ты понимаешь? Вот это есть жизнь благословения. Ты начинаешь говорить. Ты начинаешь верить. Ты начинаешь чувствовать. А потом, знаете что? Подойдут к тебе и будут просить у тебя благословения. Почему? Почему? Потому что люди, не знающие Бога, не видящие Бога, они будут видеть Тебя благословенным. Как можно было понять, что Авраам благословен? Ведь есть же, да, написано, что во Христе Иисусе мы получили благословение Авраама. Да, чтобы мы получили благословение Авраама по вере. Написано? Значит, Авраам был благословен? Да. Авраам был благословен. Почему? Потому что он слушал Бога. То есть хлебом с неба он жил. Куда идти? Не знаю. Ты был в той стране? Нет. А виза есть? Нет. А может там плохо? Не знаю. Не был. Послушался Слову. Понимаете? Вот это нам надо. Сегодня приходит Слово, ты слушаешь это Слово, ты принимаешь это Слово. И это Слово благословение и жизнь для тебя. Поэтому и благословен стал Авраам, потому что ходил по Слову Божьему. Израиль был благословен. Да, мы читали в Таразаконе 8 глава. Если будешь слушать глаз Господа, если будешь исполнять мои повеления, будешь, войдешь в эти дома, войдешь в эту землю, войдешь в благословение. Но нам сегодня не нужно, понимаете, как нам входить не надо. То все про образы. Через определенные вещи им нужно было идти, достичь и войти. Нужно было, да, по Ветховому Завету, внешний двор, святое, святое святых. Нужно было идти этапности. Сегодня это в духе открыто Иисусом. Завесы нет. Это открыто Иисусом. И ты уже благословен. Понимаешь? Так написано. Ты уже благословен на небе. Но эта проекция неба, она должна войти в тебя здесь, на земле. Потому что дай аминь, ты благословен на небе. Никто не сомневается. Когда тело твое уже попадет на небо, тогда ты не будешь сомневаться. Там все уже будет стабильно, и все будет уже гармонично, и духом, и душой, и телом. Но здесь, на земле, есть еще тело, да, физическое, земное, которое подвергается сомнениями. И тебе нужно просто понять, что вот эти переходы, они тебя как бы отдаляют. Тебе не нужно идти в благословение. Тебе нужно понять, благословен Бог, благословивший уже нас всеми благословениями во Христе Иисусе. Все, точка. Ефесянам 1.3. Благословен Бог. Благословен я в Боге. Аминь. Всю главу выучи, ты получишь благословение. Ефесянам мощная книга, мне очень нравится. Мощная, первые главы, просто бомба. Шестая завершающая. Во всеоружии. Просто, да, это слово, которым мы живем. Поверь, это слово проведет тебя через все долины смертной тени. Это слово проведет тебя через кризисы, через вот эти все маразмы, что сейчас в мире. Слово от Бога. Ты просто будешь знать, что тебе делать и когда делать. Я просто живу и наслаждаюсь. Это замечательно. Просто в послушании. Вот. Поэтому тебе не нужно, ну, как бы, вот, читать, что, где, кто делает. Тебе нужно получить слово свое. Понимаешь? Тебе нужно свое для себя, лично. Что тебе делать? И ты будешь жить этим словом. И не просто жить, а благословенно жить в благословении Божьем. И это защита во Христе. И это благословение во Христе. И это жизнь во Христе. Доступна каждому. Тебе и мне. Принимай, бери и живи в этом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok